Всем добрый вечер! Рад видеть постоянных слушателей и рад видеть вновь прибывших. Для тех, кто меня еще не знает, меня зовут Сергей. Я младший научный сотрудник Института словеноведения РАН и ведущий методист здесь, в Центре славянских культур. Сейчас, в данный момент, я занимаюсь исследованиями языковой ситуации у чехов за пределами Чехии, а именно на Балканах. Но под Балканами я понимаю, и прежде всего для моего исследования интересны Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина. То есть, на самом деле, моя тема звучит «Чехи в Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине». Но так выходит, что уже когда начинаешь этим заниматься, понимаешь, что этого недостаточно. И в любом случае, например, Румыния автоматически тоже попадает в сферу моих интересов, именно текущих. Почему? Узнаете из сегодняшней лекции. Поэтому приходится расширять тему. И уже не просто Сербия, Босния, Хорватия, которые я объединяю, потому что там говорят на сербском и хорватском языке, которые можно... ну, некоторые говорят, что это один язык, некоторые говорят, что разные языки. Ну и все же, сербский и хорватский, как минимум, это разные языки. Вот. Но в любом случае, они очень-очень близки. И, скажем так, на чешский язык вот этих чехов, которые там живут, они влияют примерно одинаково. Поэтому логично, что я их рассматриваю, эти три страны вместе. Черногория туда не попадает, потому что там нет чехов. Вот. Можно было бы еще и Черногорию включить, но, к сожалению, чехов, компактно проживающих в меньшинствах, там нет. Вот. Ну, хорошо. И сегодняшняя тема — это как раз-таки по материалам моих уже двух экспедиций. Первая экспедиция была в Хорватию в мае этого года в город Друвар и окрестности, то есть именно на территории, где проживает компактно чешское меньшинство. И в сентябре была экспедиция в Сербию, воеводину, в Румынию, румынский банат, и в Боснии-Герцеговину, конкретно Республика Сербская на границе с Хорватией. Потом на карте покажу. Ну, что же. И прежде всего я сегодня хочу вам рассказать, в принципе, о том, как чехи попали на Балканы, что они там делают, кто это такие, какие чехи и как и что. Ну, и расскажу вам три истории, три путешествия чехов в XIX веке, в конце XVIII и XIX век. Путешествие первое относится к Хорватии, ну, к современной Хорватии. Конкретно город Дарувар и окрестности Дарувара. Чехи также живут еще в городах, например, в Загребе, ну, в Дубровнике сейчас, не знаю, в Риеке точно. В Дубровнике когда-то была первая чешская беседа, сейчас уже ее нету. Ну, вот, меня прежде всего интересует вот этот вот центр чешского меньшинства. Он находится в городе Дарувар. Вот здесь. Это Словония. Словония, то есть восточная часть Хорватии. Ну, а если смотреть саму Словонию, то это западная Словония, то есть западная часть именно этого региона. Здесь мы видим карту Хорватии и Словонии около 1820 года, что как раз, ну, приблизительно соответствует времени переселения чехов сюда. Здесь для тех, кто был на лекции Саши Дронова во вторник про военную границу уже, тем эта карта знакома, потому что здесь тоже обозначена... Сейчас, где-то есть указка. Мазарная указка. Вот. Здесь обозначена территория военной границы Хорватии и Османской империи. Ну, военная граница на территорию именно Хорватии и Словонии. Здесь уже начинается Словония. Вот это Словония. Военная граница, которая была создана в империи Габсбургов для защиты от Османской империи. И Дарувар, он находится вот здесь. Сейчас покажу еще чуть поближе. Вот здесь Дарувар. Он, как вы видите, находится на белом поле, то есть это не военная граница, это уже гражданская Хорватия, но так или иначе военная граница вокруг него. С севера, с запада и с юга. Везде это самая военная граница. Конкретно в Даруваре Чехии не несли военную службу, но об этом чуть позже. Город Дарувар и окрестности Чехии начинают активно сюда переселяться с конца 18-го в начале 20-го века по приглашению графа Янковича. Зачем и почему? Сейчас расскажу. Что такое этот город Дарувар? Он назывался в средние века Подборье и с середины 16-го века по 1699 год находился под турками. Соответственно, не развивался, население оттуда ушло. То есть это была турецкая, османская территория, но там ничего практически не было. То есть какие-то жители там были, но очень мало. Жители, соответственно, сербы и хорваты. Но очень мало. Практически все ушли. В 1699 году был, после битвы при Зенте, в 1697 году был подписан Краловицкий мир. Битва при Зенте достаточно знаменитая битва. Это битва, когда войска Евгения Савойского разбили войск Османской империи. И, собственно, с этого момента власть в Османской империи и мощь Османской армии начинает ослабевать. И у Австрийской империи появляется шанс им противостоять. И вот эта территория в 1699 году отошла Австрийской империи. Но с 1699 по 1745 год эта территория находится под управлением Венской дворовой палаты. То есть просто находится, скажем так, в реестре, но никак не используется. В 1745 году граф Антон Янкович покупает имение Подборья, то есть которое потом будет переименовано в Дарувар, Сирочи Пакрец. И Подборья переименовывает в Дарувар. Почему? Откуда взялось название Дарувар? Ну, что касается Подборья, там, ну, корень, в принципе, понятный, да, бороться. То есть, ну, славянское название Подборья. Здесь ничего необычного нет. А вот что такое Дарувар? Откуда взялось это название? Какое? Венгерское, правильно. Да, значит, граф Антон Янкович, он был венгром. И на его гербе был изображен журавль. Так герб выглядел в 23-м году, потом некоторые дизайнерские изменения претерпел. Но, так или иначе, Дарувар в дословном переводе означает город журавля, журавлинный город. Чехи, которые там живут, перевозят иногда на чешский Ержабоград. Вот, да, Ержаб это журавль. И вот они говорят, ну, Дарувар можно назвать Ержабоград. В принципе, Дарувар это известный, вот, после того, как Янкович купил эту территорию, он начал восстанавливать термальный курорт, потому что там когда-то давно были римские термы. И Янкович строит новый комплекс, который сохранился до сегодняшнего дня. Выглядит вот так, очень красивый. Но нужно сказать, что во время последней войны, в 90-е годы, вот эти вот здания были разрушены, сейчас восстановлены, но не функционируют как термальный курорт. Для этого построен новый комплекс современный, то есть, есть источники лечения и все, но уже в новом комплексе, а вот эти красивые старые павильоны, они остались только вот, как памятник архитектуры. Так вот, возвращаясь к Чехам. Чехи были переселенцы, они были в основном мелкие крестьяне-земледельцы и ремесленники. В Чехии, в королевстве чешском, в то время была проблема с перенаселением, и семьям не хватало земли. А здесь граф Янкович, то есть, здесь вот в Хорватии именно такая история, что это, по сути, частник предлагает бесплатную землю. То есть, не австрийское правительство, а именно вот конкретный граф, который купил эти земли, предлагает в аренду землю. Ну, как в аренду сначала, он предлагал на первое время налоговые льготы, всяческие привилегии и освобождение от воинской обязанности. То есть, Дарувар, он находился рядом с военной границей, но чехи здесь не несли военную службу, были освобождены от нее. Когда в чешском королевстве, они не были от нее освобождены, поэтому это тоже была одна из причин, почему, ну, хорошо переселиться на новые земли. То есть, ты получаешь землю, получаешь какие-то льготы и освобождаешься от воинской обязанности. И чехи в том числе заложили там пивоварню, конечно же, которая называется Старая Чешка. И с 1840, то есть, ну, уже позже, существует до сегодняшнего дня, там производится пиво. Ну вот, ну и, собственно, чехи, вот эти хорватские чехи, они довольно мирно все это время существовали, занимались земледелием, продолжают им заниматься. Ну, естественно, участвуют в историческом процессе, и так или иначе поколения видели и XIX век, и Первую мировую войну, и Вторую мировую войну, и период социализма. Но вот как-то для этих хорватских чехов все прошло довольно гладко, и чешское меньшинство в Хорватии чувствует себя сейчас очень хорошо. Ну, как раз перехожу к современному состоянию. Значит, чехи в Хорватии сегодня, где они живут. Покажу вам на карте места, в которых мне удалось побывать. Значит, центр чешского меньшинства — это город Дорувар. Вот он. Там находится союз чехов. Союз чехов — это центральный орган, прежде всего культурный. В первую очередь культурный, и уже во вторую очередь политический. Хотя и политические функции тоже выполняют. Союз чехов при нем находится... Да, он управляет всеми чешскими беседами. Чешские беседы — это культурные центры, ну, не центры, а культурные организации, культурные дома в конкретных населенных пунктах. То есть во всех чешских деревнях в Хорватии есть своя чешская беседа, где люди собираются, танцуют, поют, готовят национальную кухню, читают книги, встречаются и так далее. И в Хорватии это очень живо и очень все поддерживается. Сейчас еще об этом скажу. Вот, и Союз чехов в Дарувале он управляет всеми этими беседами. При нем, при Союзе чехов, также находится издательство «Еднота». «Еднота» в переводе означает «единство». В издательстве выходит чешская газета каждый месяц, которая освещает последние события вот в этих чешских деревнях. И выходят также книги местных исследователей, исследователей своей истории, истории своего края. Все это активно печатается с финансовой точки зрения, ну, спонсируется в основном хорватским правительством, но также и Чешская республика тоже. Ну, даже я бы сказал, что в Хорватии это пополам, наполовину Чешская республика, наполовину правительство Хорватии. Что касается политики, то в хорватском парламенте Чехов представляет депутат хорватского парламента от чешского и словацкого национального меньшинства. То есть для чехов и словаков в Хорватии один представитель в парламенте. Ну, что тоже хорошо, лучше, чем ничего. То есть некоторые меньшинства имеют, каждое меньшинство своего. Здесь Чехи со словаками имеют одного представителя в парламенте, а союз раздельный. Есть союз чехов, есть союз словаков. До 93-го года, естественно, это был один союз чехословацкого народа. Ну, или чешского и словацкого, но так или иначе в одном учреждении. Также в Даруваре находится чешская школа, чешский детский сад, школа средняя, чешский детский сад и есть даже чешская гимназия. Именно в Даруваре. Еще одна чешская школа находится в городе Кончаница, к которому... Сейчас скоро дойду. Для поддержания туризма... А туризм, в принципе, в Даруваре развит неплохо, прежде всего из-за термальных источников. Но вторая... Значит, первая фишка — это термальные источники, вторая фишка — это Чехи. И если вы зайдете в Даруваре в туристическую организацию, да, туристический урод, то там вам раздадут как раз-таки флайеры. Ну, может быть, еще третья фишка, да. Значит, первое — это будут термы, второе — это Чехи, а третье — это вино. Там называется Винарская цеста. И Дарувар, и другие города, они... Можно по ним проехать и везде продегустировать вино. Вот. Поэтому для поддержания туризма был создан такой этнодом. Ну, вообще, это такая распространенная практика, не только в Хорватии. Этнодома создаются в среде меньшинств чешских, венгерских. Я видел вот в Хорватии, видел в Сербии, в Боснии тоже есть, по-моему, у чехов, но я не видел. Но вроде бы мне говорили, что есть. Ну, этнодом, то есть здесь выкуплен один участок, и туда... Ну, дом изначально так и стоял, большой, где он... Ну, вот он у меня есть изнутри. А некоторые постройки, они вот здесь, я не помню эти постройки, тоже оригинальные, так и стояли на этом участке или нет. Возможно, нет, возможно, их привезли специально, просто чтобы все вместе было, да. Колодец здесь. Это у нас, насколько я вижу, это домик для домашней птицы, да, как он называется? Правильно, я не знаю. Домик для домашней птицы. Вот, а это хлебная печь. Вот, и внутри, внутри воссоздан быт чехов в девятнадцатом веке. Ну, как мне говорил экскурсовод, там, ну, не совсем экскурсовод, а дядечка, который работает как раз-таки в историческом архиве, там, доктор истории, он говорит, ну, да, попытались что-то воссоздать, но на самом деле не очень достоверно, но красиво для туристов, хорошо, ладно. Вот, ну, как это обычно и бывает. Так, это над домом, да, это все еще он. Значит, это, это уже, это уже за пределами Дарувара, это село Иваново-Село, которое местные чехи называют еще Пэмия. Да, что это значит? Ну, чехов в Хорватии, в Сербии, в Боснии и Герцеговине, нет, в Боснии и Герцеговине нет, прежде всего в Хорватии и в Сербии называют Пэмцы, но один Пэм или Пэмоц. Как вы думаете, откуда, откуда такое название, почему чехи Пэмцы? Ага, хорошо, это вы знаете или догадались? Да, 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 все правильно. Действительно, они пребывали из Богемии, да, чешские земли по-немецки называются Бэмин, ну, и в латыни Бохэмия, Бохэмия, да. Вот, и, соответственно, их в метрических книгах записывали сокращенно, там, Бэм, Бэм, Бэмич, да, человек из Богемии. Ну, и вот так как-то сокращенно Бэм, Бэм и стало Пэмоц, уже по-сербски. Я когда спрашивал у самих чехов, некоторые тоже сразу отвечают, что да, вот это вот Богемия, все, Бэмин, а некоторые не знают. Говорят, ну, не знаю, ну, всегда так называли, ну, ПМЦ, да. Вот, это тоже всегда очень интересно спросить у местных, а вот почему. И мне кажется, что те, кто знают, они просто уже интересовались историей, им рассказали, они выучили и вот знают теперь. Следующее село Шибовац. Здесь было интересно, что нам удалось, да, экспедиция, напомню, проходила в мае, соответственно, какие там праздники были недавно. Первое мая, первое мая и до этого Пасха. Так вот, на первое мая существует традиция вот таких вот майских деревьев. Где-то она сохраняется, где-то нет. И нам как раз было интересно посмотреть по чешским деревням Хорватии, есть ли где-нибудь вот это майское дерево. Традиция такая. На первое мая идут молодые люди в лес, срубают обычно березу, по-моему, или это не береза, но, в общем, какое-нибудь высокое дерево. Тонкое, то есть это одно дерево, это... Я сначала подумал, что это какое-то маленькое дерево, дерево привязано к верхушке, и вот поэтому оно такое длинное. Нет, это одно дерево, у которого срублены ветки, и потом его устанавливают на главной площади города или деревни. Когда-то молодые люди устанавливали перед домом свои возлюбленные, чтобы показать свои чувства. Ну, сейчас вот, если это сохраняется в какой-то деревне, то, как правило, добровольное общество пожарных, или общество добровольцев пожарных, если это так перевести можно, они, вот эти мужики, идут в лес, срубают дерево, обрубают ветки и ставят на главной площади 1 мая. А на Пасху в Хорватии сохраняется традиция, которая есть и в современной Чехии, это традиция плетения помлазок. Помлазки — это сплетенное из прутиков такое приспособление, которым потом на Пасху, вернее, не на Пасху, ну, по-разному, где-то на Пасху и на воскресенье, где-то в субботу, где-то в чистый понедельник, то есть это разница, это нужно спрашивать у местных, везде по-разному. Парни идут и вот этими вот помлазками, по-чешски это называется шлехат, то есть шлепают девушек, женщин, чтобы они были плодными, чтобы все было нормально. Опять же, объяснение почему тоже бывает разное. Бывает, что плодность, бывает, что просто мы не знаем, почему это весело, мы всегда так делали, это, да, тоже часто говорят. Вот, в Хорватии мне рассказывали, что не только парни хлещут девушек, но есть традиции наоборот, когда потом, что даже парни один день всего хлещут, а девушки потом целую неделю их могут хлистать. Вот это вот я, по-моему, только в Хорватии слышал, меня очень удивило. Вот, и от деревни к деревне варьируется количество прутиков и способ их плетения. То есть вот это вот, это вот конкретно деревня Треяглава, там конкретно такой способ. Да, еще, как вы видите, сейчас это прописано в законе, и обязательно, если в каком-то населенном пункте проживает компактное меньшинство, то название этого населенного пункта должно дублироваться на языке меньшинства. Поэтому первое написано по-хорватски Треяглава, а второе по-чешски Треяглава с долготой. Вот, иногда это бывает очень забавно, потому что, например, Иванову Селу, вот сейчас у меня нету фотографии, где-то была, не нашел. Тоже въездная табличка в Иванову Селу, и там написано Иванову Селу, а снизу Иванову Селу. Вот, то есть одинаково, но принцип соблюден, то есть два раза написано, ну хорошо. Вот, хотя можно было бы написать, например, Иванова Вестница, например, да, Селу — это сербская, а Вестница — это чешская. Ну нет, Иванова Селу, Иванова Селу. Из всех деревень вокруг Дарувара деревня Кончаница — это деревня с самым большим процентом чехов. Как мне говорили, там 99, ну 98 точно процентов чехов живет в этой деревне конкретно. Раньше были только чехи, сейчас есть беженцы из Боснии, ну с 90-х годов еще. Есть хорваты, которые покупают там себе дачи, но в основном это чехи, которые занимаются сельским хозяйством. И вообще все эти деревни, потом покажу фотографии, это традиционные деревни, где у людей есть земля, где у них есть скот, поле, и они там возделывают землю, что-то выращивают, держат скот, продают его и так далее, и так далее. Что касается двуязычных надписей, они, естественно, на административных надписи, такие как название каких-то государственных учреждений, в том числе школ, обязательно тоже дублируются. Если имеет какое-то отношение к чехам, если это чисто хорватское заведение, то и чехам оно не нужно, то в принципе дублироваться не будет. Но если это чешская школа, то, естественно, и по-хорватски, и по-чешски. Чешская основная школа, и по-чешски чешская закладник школа. А, ну и тоже название, видите, кончаница по-хорватски и кончанице по-чешски. А это фотография из костела. Костел был построен чехами тогда, вот еще в 19 веке, и надписи на вот этих вот страстях христовых, да, по-чешски это называется Кчижовий пуд, Кчижова цеста и Крижний пуд по-сербски, да, то есть здесь страсти христовые изображены на нескольких иконах. И вот здесь все написано по-чешски. Что интересно, потому что служба проводится только на хорватском, и проводит ее хорватский священник. Там нету чешского священника, иногда на праздники приезжает, вот, но служба вся на хорватском. В чешских беседах в Хорватии очень хорошо работает любительский театр. Нам удалось побывать даже на двух вечерах, когда разные вот эти вот театральные группы, трупы представляли свои спектакли. Это было в рамках, был у них фестиваль, а потом это просто были такие показательные выступления, уже не в рамках фестиваля, но было очень интересно, и проходит это примерно так. То есть объявляется вечер, сегодня будет любительский театр, все приходите, все приходят. Но вот первая фотография здесь плохо видно, но это выглядит как обычный зрительский зал. Фотография слева, зрительский зал, показывают спектакли, а потом всех приглашают в чешскую беседу на ужин, и всех кормят ужином. Все рассаживаются за столы на лавочке, там хороший ужин, салат, два вида мяса, в общем, все по-чешски. Пиво, естественно. То есть это выглядит именно так, и это все бесплатно. Ну, там я, насколько понимаю, там просто они платят членские сборы за членство в этих чешских беседах, и, соответственно, все уже потом оплачено. Вот, а справа, это вообще был культурный дом уже в другой деревне, там изначально люди сидели за столами на скамейках, и потом просто туда принесли еду, и тоже, да, прошли спектакли и несут еду. И все заседают, общаются, очень мило, очень здорово, но и вот эти сами пьесы, они пишутся тоже там же в среде этих чехов, но иногда присылают из Праги. Ну, вообще, обычно пишут в Даруваре там какие-нибудь талантливые вот эти вот представители меньшинств или даже в деревнях, и сами ставят, и все очень здорово, я считаю. То есть в Хорватии это на очень высоком уровне поддерживается. Сейчас посмотрим, как в других странах. Вот в Хорватии, ну, сразу скажу, что в Хорватии лучше всего с этим, мне показалось. Да, да, ну и перед тем, как перейти ко второму путешествию, скажу по поводу языка, я не стал тут расписывать и какие-то фонетические транскрипты делать и так далее. Могу сказать только то, что язык чехов в Хорватии, они между собой говорят на чешском, если живут в этой чешской деревне, или, ну, между собой действительно общаются на чешском. Хорватские знают на таком же уровне, на каком и чешский, то есть это у них второй родной язык, два родных языка, билингвизм такой. Если группа чехов, но хотя бы есть один хорват, они, естественно, переходят на хорватский и общаются по-хорватски. То есть это принцип вежливости, он не во всех таких двуязычных сообществах соблюдается, у чехов всегда соблюдается, и чехи всегда перейдут на хорватский. Если есть хотя бы один человек, который говорит только по-хорватски. Сам язык находится под влиянием хорватского. Это проявляется и на фонетическом уровне, то есть какие-то звуки, которых нету в чешском, или которые, ну, например, такое очень твердое Ч, его в чешском нет, оно только помягче Ч. Вот оно есть в языке этих чехов. Пропадает РЖРШ, который мы все очень любим, заменяется на просто, на вот это вот раздельное РЖРШ. РЖРШ, как, ну да, значит, РЖРШ заменяется на раздельное такое произношение, либо на просто РР. Вот. Много заимствований лексических, много заимствований синтаксических, то есть порядок слов какой-то не такой, как в чешском. Вот. Ну и чехи сами реагируют на это по-разному, но если они между собой общаются, им нормально, они, естественно, даже никак не задумываются. Когда я туда приехал, у нас был проводник, вот этот вот пан Вьенцеслав Хэроуд, доктор истории, о котором я уже сказал. Но он интересно себя вел. Ну, видимо, когда-то уже приезжали исследователи, которые как-то не очень аккуратно себя вели и опрашивали местных жителей так, что местным жителям казалось, что и на экзамене. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что человеку просто неудобно, и он уже не говорит, естественно, как он говорит дома. А он начинает как-то стараться что-то там вспоминать, что да, вот это мне говорили, что вот это неправильно, нужно исправиться. Это вот другое слово, это я вообще не помню, это я не буду говорить, а это вот извините. Ну и так далее, и так далее. И вот этот вот господин Хэроуд, он потом с нами старался везде ездить и нас контролировать. И, ну вот, даже приходишь к человеку, к которому он тебя привел, говорит, вот, да, приехали такие исследователи. Ну и первое, что он нам говорит, что, вот ты, главное, не волнуйся вот этому человеку, говорит. Они, нет, они не будут тебя экзаменовать, они просто приехали послушать, как ты говоришь. И человек уже, а, что, да, хорошо, ладно, я буду нормально говорить, да, хорошо, хорошо. Вот, и, в общем, все равно он, ну, сбивается такой естественный настрой, он начинает нервничать. Вот, ну, так или иначе, после 15 минут разговора человек обычно расслабляется и дальше уже идет нормально. Вот, мне удалось записать в этой экспедиции часов 20 где-то звучащие речи, которые я потихоньку обрабатываю для уже написания статей. Вот, это что касается Хорватии. История вторая. Банат. Банат в настоящее время разделен между тремя странами. Две большие его части — это Сербия и Румыния. И еще маленькая часть отошла Венгрии. Вот, но современное деление здесь вообще не важно. Чехии живут на территории современных Сербии, Воеводины и Румынии. То есть, сербский Банат — это Воеводина, не вся, а вот часть Воеводина. И румынский Банат — это, соответственно, юго-запад Румынии. Ну, могу показать синими флажками. Отмечены села, где я был. Вот граница между Сербией и Румынией. Слева Сербия, справа Румыния. Ну и, соответственно, Банат — это вот примерно вот такая территория. Это вот все Банат. Даже побольше здесь еще в Сербии. Вот сюда это тоже все Банат. В принципе, все, что на северо-восток от Белграда, за Дунаем, вот Дунай, Белград, Дунай. Вот все, что за Дунаем на восток, это все Банат. Ну, севернее здесь Новый Сад — это уже другое. Но вот на восток от Белграда, вот прямо вот если вы с Калымагдана смотрите на Дунай, то сразу за Дунаем начинается Банат. Вот. И продолжается сюда, и потом в Румынию. Так вот, Банат в XVIII-XIX веке Чехия переселяется сюда. Конкретно, значит, это территория современной Румынии. Вот здесь даже написано «Влажка, румунско-банатское регимент». То есть влажское или румынское банство, скажем так, «бановина» еще по-сербски. И чуть позже они переселяются западнее. Это территория современной Сербии. Сейчас все расскажу, почему. Значит, Банат. Историческая область, которая называлась когда-то Темешкоз. Тоже венгерское название. И действительно в XIV веке упоминается в составе Венгерского королевства. Вся эта территория была венгерской. Но потом, опять же, с 1552 года по 1716 находится под властью турок. Да, спасибо Мехмеду Паше Соколовичу, которого, возможно, кто-то из вас такого персонажа знает, если читали «Мост на Дрине» Ива Андрича. Если не читали, то очень рекомендую. Знаменитый роман сербского писателя Ива Андрича «Мост на Дрине». И там как раз идет речь о том, как турки забирали христианских детей из сербских сел, для того, чтобы сделать их янычарами. Ну и вот один такой янычар из села Соколовича, Мехмед, ну, впоследствии Мехмед, как его сначала звали, неизвестно. Значит, один такой янычар, впоследствии стал великим визирем. То есть был, ну, получается, премьер-министр, да, Осматской империи. Самый важный человек после султана. И он построил много всего в Боснии и Герцеговине, в том числе этот самый мост на Дрине в Вышеграде. И территорию Баната, и именно его войска завоевали. Вот поэтому я написал, что спасибо Мехмеду Паши. Да. И обратно Банат отошел к Гавсбургам, ну, обратно, в смысле, из-под Османской империи, обратно, скажем так, в Европу. Он отошел после Пожареватского мира в 1718 году. Полностью отошел к Гавсбургам. И Гавсбурги с 18 века начинают реколонизацию этих земель, которые тоже, опять же, остались пустынными. И нужно было что-то с этим делать. Ну, естественно, сначала территорию, самую лучшую территорию отдали немцам в 18 веке. Сразу туда стали отправлять немцев, своих. Ну, и румын. Плодородные, низинные территории, замечательно. Что осталось? Остались горы. Горы, но тоже незаселенные. Надо кого-то туда заселить. И, в общем, эти вот горы, которые никому больше не нужны, отдали чехам. Вот, в Банате военная граница функционировала, и чехи были граничарами, то есть несли военную службу для Австрийской империи. Да, и чехи прибывают на эту территорию, именно на территорию современной Румынии в Банат, с 1820-х годов, и получают фотографии не чехов, но просто для атмосферы. Получают... Да, давайте по порядку. Что им обещали? Почему чехи туда поехали вообще? Им обещали бесплатную землю. Приблизительно 7 гектаров в каждой семье. Замечательно. 10 лет освобождения от военной обязанности. Ну, потом все-таки нужно нести военную службу, потому что военная граница. Но 10 лет освобождения. Хорошо. 10 лет налоговых каникул. Чехи, кстати, так и пишут. Даневы празднины в своих источниках, поэтому я так перевел. Ну, в общем, освобождение от налогов. Бесплатное зерно. Бесплатная древесина для строительства. Чехи сказали, замечательно, едем. Ну, те же самые Чехи, примерно из тех же областей, опять же, по тем же причинам, что перенаселение не хватает земли, не хватает еды, не хватает денег. Все, поехали на новое место. На ниту шпатное. Что они получили в итоге? В итоге они приехали, их повезли в горы. Древесина была в виде деревьев, которые нужно вырубить. Там они их привозят в горы. В этих горах леса. Говорят, вот вам земля, вот вам земля, вырубайте деревья и стройте здесь дома. Древесина, пожалуйста, вот растет. Отсутствие транспортных коммуникаций. И вот я сейчас там был. Ну, и надо сказать, конечно, сейчас там есть дороги, но видно, что это очень труднодоступные села, даже сейчас. Ну, можно доехать, но так. А тогда вообще никакой транспортной коммуникации. То есть их завозили в эти села, и все, и никуда невозможно попасть, ни в какой, ни до какого ближайшего даже центра, где можно что-то продать, на рынке никак не доберешься. Да, удаленность от центров торговли. Проблема с водой, потому что это горы, артезианскую скважину, бурить, колодец копать, это очень сложно, и там особо не прокопаешь, там ничего нет. За исключением. Барочки Сеул. Да, и проблема была в том, что если они даже хотели вроде как вернуться обратно, вернуться обратно им было, во-первых, не на что, а во-вторых, австрийские власти это запрещали. Говорили, что все, обратно вернуться нельзя, за это трибунал. Вот, ну тогда Франц Второй был императором Австрии. Вот, поэтому делать было нечего, и многие там оставались, именно вот на территории современной Румынии. Выглядит, значит, это, еще раз покажу, как. Вот, смотрите. Современная Румыния, и эти села, вот они. Но это город Молдова-Веки, и дальше вот, начинается. Вот это вот еще самое легко доступное село, Святая Елена, рядом с городом Старо-Молдова по-чешски, или Молдова-Веки по-румынски. Значит, деревня Свата, Сфинта-Элена по-румынски, Свата-Элена по-чешски, ну, или Святая Елена. Ну, и даже можно посмотреть уже на эту дорогу, да, видите, ну, 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 серпантин, ну, маленький, ладно, здесь, ну, парочка витков, ну, ничего страшного, ладно, можно доехать. Хорошо. Вот. Следующее село, где живут чехи, это вот здесь. Я здесь не был, поэтому флажка не стоит, планирую поехать, но пока не был. Это вот здесь, здесь горы, здесь вот вообще просто ничего нет. Идет дорога вот сюда, куда-то в этот Герник. Вот. Здесь, значит, чешское село Герник. Потом дальше идет Дунай, Дунай, и вот прекрасное село Эйбенталь. Действительно прекрасное, очень красивое. И посмотрите на эту, на эту замечательную дорогу. Две дороги, кстати, такие прям зеркальные. Основная, которая использовалась чехами, ну, как использовалась чехами, на мой взгляд, их просто туда завезли когда-то, вот, в девятнадцатом веке они там так и сидели. Потому что оттуда выбраться очень сложно. Вот, вот эта дорога. Вот она вот так и выглядит. Левая. Вот, да. Правая дорога, это новая, она асфальтированная, левая не асфальтированная, грунтовая. Правая асфальтированная, новая, но она новая, автомобильная. На самом деле, это когда-то была одноколейка для вагонеток. Потому что здесь в горах эти самые чехи добывали какие-то породы. Сейчас сразу не скажу, какие. Не уголь, что-то другое. Какие-то породы. И, соответственно, в конце 19-го, в середине 19-го века, в конце 19-го века, в 20-м веке активно. В 19-м веке началось, в 20-м веке активно они добывали эту породу, породу, и была построена железная дорога. Тоже вот такая же. Такие американские горки. Я не знаю, я когда там ехал, я подумал, зачем они убрали можно было оставить и сделать американские горки и туристов возить. Но так или иначе, в 2008 году, по-моему, там случилась какая-то авария в этой шахте, только в 2008, и они ее закрыли, разобрали дорогу и сделали там сейчас асфальтовую. Асфальтовую, не могу это назвать трассой, потому что сейчас постараюсь показать, как это выглядит. Это все вот к вопросу, где жили Чехии в Румынии все это время. Вот, смотрите, здесь разъехаться двум машинам невозможно. Но скорость где-то 30 км в час. Ну вот да. Вот, и вся дорога вот такая. Мы вот так поднимались, и тут навстречу едет автобус двухэтажный. Вот, а карман, где мы, там бывают карманы, но очень редко карман мы уже проехали, поэтому пришлось сдавать назад. Да, то есть мой коллега, мой научный руководитель, он вышел и подавал мне знаки, потому что, ну, да. Вот, и, соответственно, Чехи. Их туда завезли, да, обещали там прекрасные земли, и все завезли вот в это вот. Ну, и они, собственно, там так и были, и никуда и не могли оттуда деться, даже если хотели. У них там есть поля, то есть сейчас я покажу, как это выглядит уже, когда поднимешься. То есть, когда поднимаешься, там, в принципе, ну, очень живописно, очень красиво, прекрасное село. Мне очень понравилось. Вот, и действительно, у них там есть поля на этих горах, они все это время там их возделывали. Действительно, земля была, сколько гектаров, ну, может быть, и дали им, сколько обещали, но просто сам факт, что это не слишком благородная почва, и все это в горах труднодоступных. В общем, естественно, их обманули, можно сказать. Вот, ну, и шахта потом открылась. Да, ну, и вот так в каждом селе, в Румынии, где живут Чехи, да, то же самое. Свата Хелена. Румынскую. Да, Святая Елена. Там тоже, вот, у них есть поля, у них есть ветряные мельницы, там еще. Да, ну, это вот тоже, чтобы показать вам, что там вот реально скалы, горы. Да, что касается двуязычных надписей. Здесь с этим Эйбенталем, про который я только что рассказывал, вообще интересно. Значит, Эйбенталь, название немецкое. Было венгерское название, сейчас не скажу, какое. Есть чешское название, которое здесь написано, на этой официальной табличке, называется Тисовая Удули. То есть, Тисовая долина, да, дерево Тис. Тисовая долина или долина реки, там еще река Тисовица. Ну, что-то, значит, такое. То есть, попытались восстановить какую-то этимологию, но вот реально никто так не говорит Тисовая Удули. То есть, все называют это село только Эйбенталь, местные говорят только Эйбенталь. Тисовая Удули это чисто вот такая, ну, скажем так, туристическая штучка или политическая штучка. То есть, вот они решили вот придумать себе какое-то название чешское, хотя сами его не используют. Вот, а потом туда поднимаешься и там уже вот... Там сейчас очень развит туризм, как это ни странно, замечательно развит. Может быть, вот этот вот именно такой этно-туризм развит, ну, по крайней мере, на уровне Хорватии, а может быть, и даже лучше, чем Хорватия, потому что там вот в этом вот Эйбентале, на который очень трудно подняться туда, как я уже сказал, ходят двухэтажные автобусы. Это не просто так автобус, это был автобус полный туристов. Туристы из Чехии приезжают к чехам, которые где-то там живут, потомки вот этих чехов, здорово, поедем к ним. И это все очень хорошо организовано. Там есть ресторанчик с чешской кухней, там местные все сдают свои комнаты, ко всем можно заселиться, везде написано... Сейчас я даже покажу. Вот, везде написано «Убитование», «Проживание». Вот, написано, естественно, по-разному. Видите, здесь, например, «Н» с гатчиком, то есть мягкая «Н» отмечается, но при этом в литературном чешском написании никакого гатчика над «Н» не должно быть, потому что «И» мягкая уже дает мягкость, а над «И» псилоном и над «А» должны быть долготы, и над «И» тоже должна быть долгота. Вот, эти надписи — это тоже все, это отдельная тема, как они пишут. Пишут все по-разному. Ну, кто там работает где-нибудь в школе, кто постоянно имеет дело с литературным языком, тот пишет, старается писать правильно. А кто по-чешски, в принципе, не пишет, но хочет что-то написать, это самые разные варианты, самые разные варианты распределения долгот. Где-то их нет, где-то они есть частично, где-то они есть неправильно, где-то там вот будет такой гатчик на «Дэн». Это вот отдельная тема, это прям можно отдельную лекцию делать, и сейчас такая обзорная. Вот. Ну, современное творчество какое-то тоже, ну, я считаю, что это тоже такое туристическое. Ну, видно, что это не вандаризм, а именно что-то такое просто, чтобы было модненько. Да, двуязычные надписи, опять же. Это «Шумица». По-румынски тоже так же произносится, просто это особенности румынской орфографии. Вот это вот «Т» с крючочком произносится как «С», и «С» с крючочком произносится как «Ш». «Шумица» по-чешски написано. Тоже похоже на «Эбенталь», ну, не так сложно туда залезать, но тоже на горах, тоже так же выглядит. Да, еще что касается «Эбенталя», он сначала, они жили еще выше, но там были проблемы с водой, и они спустились вот именно в эту долину реки, и вот у них как раз нет проблем с водой, потому что у них через село прям протекает река, ручеек такой. Там всегда вода была. А вот в других селах, например, вот в этой «Шумице», где, кстати, есть школа, вот, закладничь школа, я сейчас про образование скажу. Вот, например, здесь или в Святой Елене там проблемы с водой до сих пор есть. То есть там, естественно, сейчас есть водопровод, но все это зависит от насосов. Насос сломался, и, в общем-то, воды нет, так как они справлялись раньше, вообще непонятно. Они ходили за водой, реально где-то ее набирали. Вот, что касается образования. Образование на чешском языке в хорошем состоянии в Румынии, потому что есть несколько школ, где первые четыре класса вообще все предметы на чешском. Четвертый, пятый, восьмой классы идет преподавание на румынском, но есть урок чешского языка. Ну, да, именно, язык и культура. Ну, сами чехи говорят, что на самом деле это довольно сложно, когда у тебя первые четыре года все по чешской, все предметы, а потом бац, и сразу на румынском вообще без перехода просто. А теперь у нас все предметы на румынском. Вся та же химия, там какая-нибудь математика вдруг начинается на румынском. Ну, так или иначе, вот Святой Елене, школа имени Коменского, вот он, Коменский, справа, и дети очень хорошо там, ну, понятно, что с подачи взрослых разрисовали стены на тему переселения чехов в этот самый Банат. Ну, вот. Это, значит, был румынский Банат. Ну, как я сказал, вот эти все условия, горы, весь этот кошмар, с которым они столкнулись, многих не устроило, они бы все рады были оттуда забежать, но было нельзя. Поэтому в основном пришлось остаться, но все-таки потом, с течением времени, австрийские власти разрешили переселяться западнее, юго-западнее, то есть на территорию современной Сербии. Там уже нормально, там низина, там плодородные почвы, и там уже, конечно, условия были гораздо более мягкими. Ну, и центр переселения чехов в Сербии, в сербском Банате, это город Белая Церковь. Здесь нету надписи на чешском, видите, здесь четыре варианта. Первые два — это сербский, первый — кирийца, второй — латиница, сербская. Потом на румынском — Бесерико Альба. И на венгерском, это я не рискну прочитать, потому что там нету компактно проживающего чешского меньшинства. Они там есть, эти чехи, но вот не компактно, вместе со всеми остальными. Хотя, с другой стороны, венгры и румыны, конечно, в таком же состоянии, но вот почему-то нету на чешском. И рядом, сейчас покажу тоже на карте, рядом с Белой Церковью, давайте будем так говорить, есть чешское село Крушчица, где проживают чехи в основном, там мало сербов. Вот она, Крушчица. И Чешку Селу. Так и называется Чешку Селу. Когда они туда только переселились, называлось Фабиан или Аблиян. Потом в социалистические времена почему-то решили вот назвать Чешку Селу. Но это решение сверху было. Чехия так и продолжает его называть Фабиан или Аблиян. Там тоже живут только Чехи, но их там меньше, чем в Крушчице. Там оно практически совсем вымерло, это село. Мы туда заехали, пообщались с каким-то пастухом, интересным дяденькой. Ну а так народу там мало. В Крушчице больше. И в Крушчице есть чешская школа тоже. Там живет чешский учитель, которого прислала Чешская Республика на три года. Вот. И тоже образование есть, все есть. Есть чешские беседы, но по сравнению с Хорватией и Румынией, там все это в упадочном состоянии. То есть, ну, с политической точки зрения все поддерживается. Сербское правительство поддерживает чешское меньшинство. Ну, как нам говорили, в том числе, потому что чешское меньшинство не представляет никакой угрозы для сербского правительства, потому что это не какие-нибудь там албанцы, а это просто Чехи, которые там мирно живут, и почему бы их не поддержать? Все-все-все нормально будет. Вот. Крушчица Чешко-Сэло. И да, еще Выршица я не отметил. Выршица это другая община. Или отметил? Нет, не отметил. Ну, в общем, есть еще община Выршица, где тоже живут Чехи, и там я был. Сейчас еще об этом скажу. Да, еще забыл упомянуть Златицу. Златица находится на территории современной Румынии, но, по сути, это сербское село, абсолютно сербское, на границе. Вот границы здесь проходят по реке Нера. Вот эта речка очень маленькая. Граница. Сейчас я вам покажу, как выглядит. Значит, граница между Сербией и Румынией, она же граница между... Сейчас. Сейчас. Так, это вот Румыния. Что-то меня совсем не слышал. Вот граница. Ну, или переплыть. Да. Да, вы спросите, что за лесенки там с двух сторон специально, чтобы переплывали, потому что это граница между Сербией и Евросоюзом, по сути. Сейчас скажу про пограничников. Здесь нету, да. Просто-просто речка, переходи вброд, зимой по льду, если глубоко, переплывай спокойно. И еще лесенка там есть. На самом деле лесенка сделана для праздника Богоявления, когда с сербской стороны, с румынской стороны подходит священник с паствой, и они там по очереди бросают крест на дно, и вот пловцы, ныряльщики ныряют за этим самым крестом, и это вот такой праздник. Для этого ступеньки сделаны, а не для того, чтобы пересекать границу. Что касается пограничников, они с сербской стороны не знают, мы не подъезжали, а с румынской стороны вот здесь идет дорога вот эта, вдоль всех этих сел, которые на границе. Ну и вот здесь где-то на въезде, на эту дорогу, или вот здесь, стоит пограничная полиция, машина, и когда ты туда въезжаешь, они ничего не спрашивают. А здесь, если проехать насквозь, или если вернуться к ним, там спросят, и вот здесь, если проехать, с другой стороны выехать, здесь тоже стоит пограничная полиция, видите, как это называется, дозор, скажем так. В общем, стоят пограничники в машине, и они останавливают выезжающих, выезжающих по этой дороге из приграничных сел, и проверяют документы, и проверяют багажник, что никакой контрабанды там нет. Вот так что, да, вот, собственно, где мы были, где снято видео, это вот такое ответвление. Ну, и ответвление нам ясно намекает на то, что здесь когда-то был мост, вот, и здесь тоже дорога. Здесь действительно был мост, он был уничтожен, когда, ну, Титы с Чаушеску не очень ладили, и, в общем, в социалистическое время этот мост был ликвидирован, и вот здесь еще один мост был, он тоже был ликвидирован, и поэтому граница теперь вот здесь, с тех пор. Так вот, Златеца, это абсолютно сербское село, но там остались еще немножко чехи, и были там чехи. Скажем так, это был промежуточный пункт между переселениями с гор, вот с этих вот, в Белую Церковь, то есть информанты, люди, у которых мы спрашивали, в Крушчице, в Белой Церкви, они говорили, что да, вот наши предки, они пришли из Златецы, у некоторых, вот из Златецы, из Румынии, то есть такой был, ну, перевалочный пункт, скажем так. Сначала в Златеце переселились, потом дальше. Вот, ну и дальше Сербия, Крушчица, вот нам показывали крашенки, вот эти вот пасхальные. Община в Варшац, здесь, ну, это город, город и община, там деревня есть еще вокруг, и в этом городе я ездил с чешским учителем, слева, чешский учитель, который именно его оплачивает Чешское Министерство Образования. Вот, он проводил здесь урок чешского, ну, как бы для всех, для начинающих, ну, по сути, получилась такая, как, знаете, как у нас разговорный клуб здесь, вот, то есть и начинающие, и кто уже говорит по-чешски, и вот, собственно, эти чехи, которые всегда владели своим чешским, первым, ну, или вторым языком, неважно, и, с другой стороны, пришли вот молодые ребята, их привели, чтобы они вроде, это румыны, которые, чтобы вроде бы выучили чешский, чешский, да, вот, но это был первый урок, он его как-то провел, дальше вот, не знаю, какие у него успехи, не спрошу, потеряли с ним связь, к сожалению, вот, это что касается Сербии и Румынии, там тоже чехов называют пемцы, вот эти вот пемовы, потому что богемцы, ну, и третья история, это Босния-Герцеговина, да, при путешествии третьей, прямым рейсом и с пересадкой на Волыне, да, то есть, вот прямой рейс, ну, сначала в пограничной, на пограничной территории, потом туда, в Сараево, а вот вариант Волынский, сейчас обо всем подробно расскажу, вот, из Волынии и обратно, ну, начнем с Волынии, ну, и опять же, значит, что, что обещали, ну, обещал Александр Второй в 1860-е годы, что обещали чехам, недорогую землю, не бесплатно, но недорого, на Волынии, да, значит, и юго-запад Российской империи, право на постройку собственных предприятий, 20 лет освобождения от военной обязанности, да, ну, здесь 1860-е, то есть, чуть позже, чем Банат и Хорватия, чуть позже, то есть, уже, ну, скажем так, другие, другие, чехи, кто еще там остался, с другой стороны, у кого были деньги, потому что эту землю все-таки нужно было купить или взять в аренду, не бесплатно, но, да, с льготами, 20 лет налоговых каникул, право на образование на национальном языке в Российской империи, право на местное самоуправление, свобода вероисповедания, еще одна попытка за лучшей жизнью, поехать, ну, и действительно, они все это получили в 60-е годы, но в 80-е все повернулось, к сожалению, не лучшим образом для чехов, политика изменилась, и свобода вероисповедания была ограничена, начали жесткие требования перейти в православие, были ликвидированы чешские приходы, ликвидировано чешское самоуправление, закрыты чешские школы, и, в общем, чехи с Волыни, кто-то вернулся в Чехию, а кто-то поехал в Боснию, ну, в Боснию, опять же, потому что, это такая же история, в Австралии, это когда Босния перешла под управление Австрией и Австро-Венгрии, опять пустые территории, опять нужна реколонизация после турок, и поэтому снова приглашают, в том числе, чехов, в том числе, с Волыни, и здесь два типа миграций, это сельская, это вот как раз-таки вот эти вот чехи с Волыни, потому что они в основном были земледельцы, крестьяне, и переселяются они в села Ново-Вес и Мачино-Бордо, но Ново-Вес, они его, собственно, и строят, это село, и Мачино-Бордо тоже, и второй вариант, это городская миграция, то есть ремесленники, архитекторы, инженеры, и нужно сказать, что чехи всегда были хорошими ремесленниками, архитекторами, инженерами, поэтому австрийцы с удовольствием их куда-нибудь, куда им нужно было, переселяли, но это, это, соответственно, города Баня-Лука, Придор, Сараева и некоторые другие, на карте это выглядит следующим образом, на карте, прежде всего, отмечены места, где я успел побывать, где не успел, это вот в планах, Босния, ну, город Баня-Лука, да, сейчас это современная территория Республики Сербской в Боснии, то есть это Баня-Лука, на восток город Пырнявур, рядом там как раз-таки Ново-Вес и Мачино-Бордо, они там вместе, поэтому отметилась только Мачино-Бордо, Ново-Вес, она где-то прямо рядом должна быть, а, нет, Ново-Вес чуть дальше, Ново-Вес вот здесь на границе, сейчас, на границе с Хорватией находится, вот она, Ново-Вес, и город Пырнявур, город Приедор, к западу от Баня-Луки, Приедор, ну, и в Сараево тоже ремесленники, архитекторы переселялись, ну, и как сами чехи любят рассказывать, и, в принципе, о них говорят, что вот именно чехи все, весь прогресс привезли в эту отсталую Боснию, которую освободили от турок, и там ничего не было, и чехи там железную дорогу построили, заводы построили, храмы, но это, это все правда, ну, просто они это любят подчеркнуть, но это правда, действительно так, потому что после турок, потому что после турок там все было в не лучшем состоянии. в Банилуке есть союз национальных меньшинств республики сербской, там представлены все-все национальные меньшинства, чехи, словаки, турки, откуда-то вот даже есть какие-то обозначены, не знаю, что имеется в виду, именно турки, или что, или какие-то потурченцы, не знаю, вот слева там турецкий флаг, итальянцы, венгры, македонцы, и так далее, румыны, и так далее, и так далее. Да, что касается итальянцев, действительно есть итальянцы и в Боснии, и в Сербии, итальянские меньшинства, хотя в основном они уже почти все реэмигрировали в Италию. В городе Предор есть чешская библиотека, но чешская библиотека, есть чешская беседа, но вот я не знаю, кто эти книжки там читает, потому что чехи там есть, но, к сожалению, они практически, никто уже не говорит на чешском. То есть в Боснии с чешским языком, вот из всех исследованных мной регионов, в Боснии чешский язык меньше всего сохраняется, ну, особенно в городах, вот, например, в Банилуке, но мне удалось поговорить, да, с одним профессором чехом по-чешски, именно на том чешском, который он перенял от родителей, но он, да, он сохраняет. А вот, например, в городе Преодуре я пришел в чешскую беседу, я привык, что приходишь в чешскую беседу, с тобой все говорят на чешском, очень радуются, все здорово, а там нет, вот в Преодуре люди уже не говорят на чешском, поэтому, и даже они привели бабушку лет под 80, и даже она уже чешский забыла, хотя обычно старшее поколение, особенно такие уже, под 80 бабушки, они должны говорить по-чешски, но вот уже нет, я там из нее пытался что-то вытянуть, но она меня понимает, поэтому я продолжаю говорить по-чешски, но она что-то там ответила пару раз по-чешски, а потом все равно переходила на сербский. Поэтому вот эта библиотека в Преодуре, это хорошо, что она есть, но мне кажется, что там никто не берет эти книжки. Мне сказали, что вот, но нету людей, которые в Преодуре говорят по-чешски. В деревне Ново-Вес, скажем так, повезло мне больше, и там есть люди, которые говорят по-чешски, удалось записать тоже рассказы, посмотреть этот чешский язык, вот, но в любом случае, молодое поколение уезжает из деревень, в Боснии уж точно, в Хорватии тоже, но по-меньшему там, да, я общался с молодыми людьми, которые остаются работать в поле, на своей земле, да, но в принципе тоже уезжают, да, это и невыгодно сейчас, мне говорят, что это невыгодно, сельское хозяйство, вот это вот фермерство, оно невыгодно, они очень мало зарабатывают на нем, вот, ну и везде, и из Румынии уезжают, из Хорватии, из Сербии, так что, в принципе, да, ну а старшее поколение умирает, поэтому можно сказать, что вот то, чем я сейчас занимаюсь, это вот уже такая вот, наверное, последняя возможность записать, уже записывали, понятно, были исследования всех этих чехов на Балканах, не было комплексного исследования, которое я сейчас стараюсь сделать, то есть были отдельные чехи вот в Румынии, чехи в Сербии, чехи в Хорватии, чехи в Боснии, вот конкретно в этих селах, а вот чтобы посмотреть всю ситуацию, как она различается, такого вот еще ни разу не было, ну и сами записи, аудиозаписи, вот в 60-е годы были какие-то исследования, и на их основе составлялись даже лингвистические атласы, но вот эти записи, они, наверное, хранятся в архивах, но их уже нужно искать, вот, а современные записи, ну и есть исследователи, которые вот именно, да, тоже серьезно занимаются, а в основном вообще-то к этим всем бабушкам и дедушкам засылают студентов, так же, как у нас, студентов русского отделения, филологического факультета, засылают в северные российские деревни, тоже к бабушкам, вот, и здесь тоже ездят чешские студенты, соответственно, румынские студенты, если они, да, связаны с чешским языком в Румынии, сербские студенты по Сербии, там, хорватские по Хорватии, хотя в основном, в основном чешские студенты, вот, а серьезные именно исследователи, именно вот, когда уже не студенты, а по крайней мере аспиранты, или кандидаты доктора, ну, мало, мало, практически уже никто не ездит, поэтому, я считаю, что вот я, чем я занимаюсь, это был последний-последний шанс сделать этот срез чешского языка и чешских традиций. вот в этом регионе. Вот, спасибо. Пожалуйста, ваши вопросы. Пожалуйста, Марина. Скажите, пожалуйста, а школы, где смешено, население, например, в Хорватии, в деревне, потому что преподают на каком языке? В Хорватии, во всех школах преподают на хорватском, кроме двух, одна чешская школа из Дару Вари, а одна чешская школа в селе Кончанице. Все, больше чешских школ нету, поэтому все остальное на хорватском. Возможно, есть какая-то венгерская где-то, это вот у коллеги нужно спросить, то есть, ну, возможно, есть еще какие-то школы на языке меньшинств, но вот из чешских только две на всю Хорватию. Но в деревне обычно на одну школу. Да, да, а, да, это хороший вопрос, но действительно, да, если вдруг в селе Кончанице какой-нибудь хорватский ребенок захочет пойти в школу, то он пойдет в школу учиться, наверное, на чешском языке, хотя, по-моему, мне говорили, что там есть два варианта, что там есть обучение и на хорватском, и на чешском, да, 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 есть и такой, и такой вариант в одной школе, да, там есть. Ну, это вряд ли, это вряд ли. Нет, в Кончанице я вспомнил, мне сказали, что там есть и на хорватском обучении, есть, 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 есть. В той же школе, но другие преподаватели, соответственно, скорее всего, хотя, хотя это не точно, тоже вот, да, нужно уточнить, ага, может быть, одни и те же преподаватели на разных языках, но это вряд ли. Да, пожалуйста. Скажите еще, поэтому спросить, понятно, что славянские языки надо влиять, а вот причем, у которых в Румынии по большевски языке влияют. Ага, да, 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 вот это тоже хороший вопрос. Значит, что касается румынского, я румынским не владею, я только прочитать могу. Вот, влияние румынского я вот буду анализировать, но, к сожалению, не в первую очередь, потому что в первую очередь мне нужно сейчас вот это сербо-хорватское влияние, румынское, это вот дальнейшие планы. Вот, ну, естественно, лексические заимствования точно есть из румынского, я их, к сожалению, плохо регистрирую, вот мой коллега, он владеет румынским, он мне просто говорил, что вот это из румынского, вот это из румынского, так что, да, влияние, конечно, есть, но вообще, ну, я с ними нормально говорил, по-чешски хорошо, вот, я вообще, когда с ними говорю, я как-то так, ну, автоматически получается, что я подстраиваюсь под то, как они говорят, и тоже так, начинаю что-то такое вставлять, что они делают, но в том числе потому, что иногда мне нужно что-то узнать, именно, ну, и мне, мне что-то вот нужно спросить, я понимаю, что если я сейчас буду на вот чисто литературном языке спрашивать, то меня могут не понять вот это слово, я уже, я уже из разговора понимаю, что это слово они не знают, но, естественно, я не буду специально говорить литературное слово, когда знаю, что они его не поймут, а поймут вот это какое-то свое, либо устаревшее чешское, либо заимствованное, такое тоже есть, да, много архаизмов, то есть, какие-то слова, которые современные чехи уже не употребляют, такое тоже есть, в том числе германизмы, от которых чехи в свое время отказались от каких-то слов конкретно а вот эти чехи сохраняет они вот предки их привезли и вот так и говорят да 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 то есть 19 веке когда как раз и начались вот эти вот все идеи языкового пуризма до отказаться немецких слов но они начались в кругу интеллектуалов с другой стороны обычные крестьяне говорили на чешском и так и так но какие-то немецкие слова не успели перенять его так они сохраняют вот в этих вот деревнях за пределами чехи да еще вопрос ну во первых во первых он все-таки не бесплатно эти земли давал да но с другой стороны там просто была земля можно можно сдать в аренду то же самое что потом столыпинские реформы до чтобы земли опять же не пустовали на чтобы там был было население то всегда вы всегда важно нет вообще всех в общем всех да так же так же как и столыпин последствия по столыпинским реформам чехи тоже приехали но это уже другая история говорит каневский ну вкратце это история которую многие из вас знают под потом потом впоследствии это все вылилось так называемый мятеж белый чехов во время гражданской войны это вот вот это вот как раз откуда 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 чехи откуда чехи в гражданскую войну да это чехи которые при постолыпинским реформам приехали на кавказ и в сибирь вот и собственно гражданская война их застала там и когда была создана чехословатская первая чехословатская республика была создана масарик их хотел всех вернуть вот наверно было не так просто потому что на запад им нельзя идти там идет война и они австро-венгерские дезертиры и да 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 все правильно да да все правильно значит да значит вот эти вот столы аграрные переселенцы плюс пленные которые сами сдавались в плен во время первой первой мировой войны вот не хотели воевать с русскими вот и вот эти вот все чехи их нужно было как-то вернуть в чехию а через запад нельзя поэтому они шли через восток и случайно захватили омск но да 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 там на длины истории колчак и золота колчака и все вот это вот это вот целая большая тема вот это другое переселение чехов россии вообще какого диаспора это уже отвлекшись вокруг себя так сказать да да вообще вообще сидят любят сидеть где родились или они такие свободные а или это только определенный процент населения давайте сейчас я немножко по-другому отвечу немножко с другого в конце потом вернусь к вашему вопросу просто пока вы задавали я вспомнил вот что еще не не досказал важное потом потом вернусь еще я не сказал что вот эти вот все чехи в любой из этих стран никого не спросишь значит вот все они считают своей родины естественно вот эту вот страну значит хорватские чехи хорватию они вот полностью за нее вот это понятно они что я здесь родился это все мое и поэтому всегда там когда они говорят про чехию чешскую республику они говорят ну вот у них там в чехии то 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 а у нас вот а вот мы так и так но это понятно да и поэтому мне было интересно спрашивать у них а вот ну вот вы ездили в чехию и там кто ездил я спрашиваю вот приезжайте за вот что вы чувствуете чувствуете что это какая-то ваша прародина вот как вот что у вас в душе происходит вот но как правило мне все-таки отвечает что одно вода какое-то такое интересное чувство да действительно что-то вот какая-то такая но не ностальгия конечно вот ну вот что-то просыпается в душе и очень необычно и в принципе приятно туда приехать вот но потом приятно вернуться домой вот ну а что касается того что склонны ли чехи расселяться по миру да в принципе нет это все вы на вынуждены миграции либо экономические вынуждены и вот эти вот либо политические вынуждены там какие-нибудь там из-за из-за веры или из каких-то еще политических убеждений такие тоже были в том числе в америку эмиграции в южную америку так что нет в принципе не склонны но если приходится то эмигрирует ну как и другие народы да 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 они пережили все то вот как все войны первую мировую вторую 90 годов но и И в Хорватии, из-за того, что чехи католики, кстати, да, чехи в Чехии, они сейчас вообще атеисты, вот, там они все сохраняют католицизм в этих всех странах, но и в Хорватии, например, они были скорее на стороне хорватов, но им тоже от этого всего было плохо, и они не хотели ни с кем воевать, потому что они всю жизнь жили. И это славой нужно понимать, что чехи в Хорватии, это чехи в Словонии, то есть до войн 90-х годов там были в основном сербы, ну, или, по крайней мере, одинаково сербов и хорватов, то есть это Словония, там сербы, вот, поэтому, естественно, чехам было тоже с кем-то воевать не особо, но, ну, ну, по-разному, по-разному, ну, например, вот в Иваново-Селу, там вот они были вместе с хорватами, скорее вот против сербов, там, ну, вроде как, сербы напали на это село, но это тоже нужно еще уточнить, вот, ну, в принципе, Чехии не очень милитаристский народ, вот это вот точно, чехи-чехи воевать не любят, это, это факт. Да, вот, это тоже интересно, спасибо, что напомнили. Значит, что касается периодических изданий, ну, вот в Хорватии, я сказал, там есть целое издательство в Доруваре, которое выпускает ежемесячную газету, хорошую, и ее, кстати, так как это вот самая, наверное, большая чешская газета во всех этих регионах, ее заказывают даже, я там приезжаю куда-нибудь, вот в Серпе приехал и смотрю, лежит едно-то у одной бабушки. Я говорю, о, говорю, это же из Дорувара, она говорит, ну, да, и мне вот там какой-то там вот привозит, пересылает, я попросил. В принципе, она про хорватов, она именно про хорватских чехов, именно про их села, но остальным тоже так нравится, что они заказывают и в Сербии, и в Боснии, и в Румынии, я видел. Вот, так что это самая большая газета, и у них еще есть детская газета, там же выходит. Вот, а в остальных странах там с этим все не так хорошо, например, в Крушчице, в Сербии, там они выпускают, но буквально такой один лист формата А2, наверное, который складывается пополам, получается 2А3, и вот один такой листочек ежемесячно выходит, тоже там что-то освещает, какие-то события. Это в Крушчице, в Боснии, ну, что-то мне дали какие-то печатные материалы, но тоже очень редко выходят. И в Румынии, в Румынии есть, но в Румынии, да, в Румынии вот этот союз, который объединяет всех чехов, он объединяет не только чехов, он объединяет чехов и словаков, там они не стали расходиться, в Румынии, потому что иначе чехов бы осталось очень мало, потому что словаков больше. И словаков, в принципе, везде больше в этих, во всех регионах, но я занимаюсь именно чехами. Вот, и везде они как-то разделились, а в Румынии нет, в Румынии они остались вместе, у них союз чехов и словаков, и выходят у них газеты, и газеты, по-моему, даже в основном на словацком. И даже журнал, целый журнал такой хороший, большой, но вот он на словацком. А из Чехии газеты? А, из? Ну, кто хочет, читает, кто хочет, там, себе делает кабельное телевидение или в интернете смотрит телевидение, такое тоже есть, кто хочет, смотрит фильмы, да, то есть, не все хотят, кто-то никак ничего не слушает, нет, 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 только если заказывать себе подписку, чтобы присылались чехи, ну, или там какие-то родственники, у всех, там почти у всех есть родственники в Чехии, кто-то уехал, молодые, вот, а они могут им пересылать, такой вариант есть. Нет, 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 нет. То есть связь с Чехией есть у них, конечно, там есть? И, да, 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 есть связи на уровне политическом, ну, вот, кроме Боснии, в Боснии совсем слабо, совсем слабо, да. В всех остальных странах из этих есть, там какие-то дотации есть, в Сербии мало дотации, о Чешской Республике, мне сказали, в Хорватии есть, и в Румынии есть, хотя в Румынии тоже, в основном, своими силами, вот, как-то в Хорватии больше всего именно связь с Чешской Республикой. Да, ну, вот, Чешская Беседа, это, да, это такой клуб, у них, как правило, есть зал для мероприятий, это и само помещение, и организация, то есть, ну, вот, в Хорватии точно они платят членские взносы и могут участвовать там, могут записаться в театральный кружок, могут записаться в какой-нибудь хор, или народный танец, или что-нибудь еще, ну, вот, и таким образом проводят свой досуг, и хорваты, вот, хорватские Чехии это очень любят. Как-то, ну, может быть, не было времени, в других местах я это не почувствовал, в Хорватии прямо, да, вот, даже видел, видел, как это все происходит. Не арендуют сами это, да? Ну, они даже не арендуют, оно у них в собственности, да, то есть, это именно для чехов. Ну, записывал, если была возможность, да, вот сейчас из того, что у меня здесь лежит на виду, здесь как раз нету ничего такого, и я не стал уже включать, но могу просто вот для атмосферы, как, что обычно происходит во время интервью. Ну, обычно, когда уже поговорил, если какое-то хозяйство, то хозяин любит показать свое хозяйство. И вот, значит, начинается такой, такой показ, что, что у меня есть. Вот, у нас есть вот тут амбары, так. Там, значит, амбар для кукурузы, все для кукурузы. Они как раз кукурузу собирали в сентябре. Вот, например, слово «гура», он говорит, вот эта вот штука, она вот будет агнуть, будет агнуть свои левших, как он там сказал, на гуру. Да, и гуру — это чердак, ну, такого слова в современном литературном языке чешском нету, то есть это именно вот архаизм, гуру. Архаизм, регионализм. Ты там поговорил, сделал свою работу, все, все довольны, всем понравилось, а потом тебе идут показывать всяких коровок, петушков, овечек. Это все одно хозяйство, это один дом, вот, то есть у них есть вот это все. Ну, в принципе, это вот у всех так. Это вот Хорватия. В принципе, практически к любому заходишь, и вот все вот в таком состоянии, да. Молодежь уезжает либо в Чехию, либо в Германию. Ну, вот, и хозяйство, соответственно, на старых родителях, и если молодежь не вернется, то не продавать будут. Вот, кто-то остается. Вот. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Продолжение следует...